В стране резко выросло число брачных договоров, таковы свежие данные Федеральной нотариальной палаты. Зафиксированы даже такие случаи, когда влюбленные пары приезжали в нотариальную контору прямо в свадебных нарядах, а после заключения контракта уезжали сразу в ЗАГС. За год нотариусы удостоверили более 110 тысяч брачных соглашений. На Западе брачный договор давно стал таким же неотъемлемым атрибутом семьи, как и обручальное кольцо. Контракты заключают более 70% пар. В России же этот показатель пока намного ниже, но тенденция к увеличению налицо. Как константирует эксперт, увеличение числа заключенных в брачных договорах свидетельствует о росте правовой культуры россиян. Сегодня и молодые, и не очень молодые пары все чаще понимают, как важно вовремя обо всем договориться. Решение имущественных вопросов заранее предотвращает возможные конфликты и изматывающие тяжбы, которые могут возникнуть в будущем случае развода. Еще один существенный момент. Западные, в частности, американские брачные контракты учитывают каждую мелочь. Супруги имеют право оговорить в документе все, что угодно, вплоть до того, кто должен заниматься уборкой, готовить завтраки и сколько раз супруги должны устраивать друг другу свидания и дарить подарков. В нашей же стране брачный договор регулирует исключительно имущественные отношения супругов. За подробные консультации обратимся к профессионалу в студии Елены Кетти, генеральный директор Центра юридической защиты, предпринимателя, член Ассоциации юристов Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. На самом деле это можно сделать в любой момент, в любой период до того, как вы непосредственно пойдете. Другое дело, что заключенный будущими супругами брачный договор вступит в силу только в день регистрации брака. До этого он будет оставаться, скажем так, предварительным договором. А если, например, это гражданские супруги, то есть живут вместе, но довольно давно, но решили вот разграничить какие-то там имущественные моменты. Вот вы знаете, насчет гражданских супругов. Это не совсем тема нашего сегодняшнего разговора, но я бы хотела, с одной стороны, хотела сказать, что нет, брачный договор не распространяется на отношения гражданских супругов, они не имеют права заключать этот договор. Но я хочу немножко отступить и оговориться, потому что это тоже сейчас очень, скажем так, модная тема – жить в гражданском браке. Так вот, я сказала бы, что тем, кто живет в гражданском браке, писать и регулировать нужно намного больше, чем желательно, советуемым, чем тем, кто находится в браке. Потому что на самом деле к нам обращаются люди, которые прожили не просто год-два, которые прожили десятилетия, у которых есть совместные дети, но они жили в гражданском браке и не были оформлены никак их имущественные отношения. В этом случае законодательство, защищающее права того или другого, не распространяется на такие случаи. Поэтому тем, кто проживает в гражданском браке, надо быть особенно подготовленными и заключать другой договор. А можно ли самостоятельно как-то заключить брачный договор, например, взять образец из интернета или все-таки лучше нанять юриста? Ну, я бы, конечно, сказала, что любой договор лучше заключать с юристом, тем более договор брачный, это все-таки особенный договор. Конечно, из интернета сейчас можно взять все, что угодно, но такая особенность. Брачный договор, это требование законодательства, обязательно должен быть удостоверен нотариально. Соответственно, те договоры, которые подлежат нотариальному удостоверению, они подлежат, ну, скажем, большей части и формированию нотариусам. То есть, конечно же, излагаются свои пожелания. Конечно, я бы советовала все-таки еще перед этим прийти к юристу и обсудить. Но окончательную форму и вид этого договора будет уже формировать нотариус. Поэтому тут не получится прийти с такой заготовкой, от руки написанной. А что можно оговаривать в брачном договоре, а чего нельзя? Только имущественно у нас получается момент. Да. Вот наше законодательство, в отличие от того, в примеры, которые вы приводите, действительно, оно по-разному в мире регулирует эти отношения. Наше законодательство регулирует только имущественные отношения. Поэтому в брачном договоре не могут оговариваться вопросы общения с детьми, там, вопросы, с кем останется ребенок в случае развода, алиментные отношения по отношению к ребенку и так далее. Также и не могут, вот в силу основ нашего законодательства, не могут в брачном договоре оговариваться какие-то неимущественные права и отношения, как то, например, когда ты приобретаешь другую фамилию, должен ли ты ее обратно вернуть, если брак расторгается, и как здесь говорится, кто кому сколько должен готовить обедов и как ухаживать, эти, в силу нашего законодательства, эти вопросы не регулируются брачным договором. Но если нотариус согласится внести какие-то подобные вещи, вполне возможно, что в брачном договоре это будет другое дело. При разрешении спора в будущем возникшего, это, скорее всего, не получит поддержку. Не будет основанием, да? Да. А что вот особенно стоит отметить в брачном договоре? Может быть, есть какие-то пункты, которые обычно упускают из виду? Нет, вы знаете, это, конечно, очень индивидуальные вопросы, но я бы не сказала, что есть какие-то пункты, которые обычно упускают. Я могу сказать, что есть основные пункты, которые предусматриваются, ради чего и заключается брачный договор. Это вопросы относительно того, в чьей собственности, в чью собственность переходит и при каких условиях, либо после заключения договора, то имущество, которое супругами приобретается, либо которое было у супругов раньше. Вот интересная особенность, что супруги могут предусмотреть такую возможность, когда имущество, которое было имуществом одного из супругов, например, квартира мужа, как правило, брачные договоры регулируют, прежде всего, отношения, касающиеся недвижимости. Что эта квартира, там, теперь или через какое-то время, или после рождения ребенка, она становится собственностью супруги, либо она становится собственностью, совместной собственностью супруги. Вы, кстати, затронули тему, что во время, когда люди живут вместе, у них появляется новое имущество, это понятное дело, новое, которое не отражено в брачном договоре. Какие-то изменения можно вносить? Ну, во-первых, да. Брачный договор – это такой же договор гражданско-правовой. Он регулируется гражданским и семейным законодательством, как и любые другие. Поэтому его можно расторгать, признавать недействительным, не дай бог, если есть основания, изменять, дополнять. Но, как правило, я вот вам могу сказать, что таким типовым сейчас подходом к заключению брачного договора, а брачные договоры заключаются в больших количествах сейчас, потому что идет эпоха развития предпринимательских отношений. Один из супругов занимается бизнесом или оба занимаются бизнесом, плюс вопросы ипотек, займов. То есть это все накладывает необходимость все-таки разграничить и ответственность, и собственность, и какие-то риски снизить. Так вот, по поводу того, что, как правило, да, типовые условия заключаются в том, что супруги договариваются, что каждый из супругов становится собственником, единоличным, того имущества, которое приобретается на его имя. То есть если сейчас без брачного договора любой, на имя любого из супруга приобретается недвижимость квартира, то если нет брачного договора, она вне зависимости от того, что титул содержит наименование только, например, мужа, она является совместным имуществом. А вот в брачных договорах, как правило, пишут о том, что на чье имя, то есть супруги уже заранее договариваются о том, на чье имя, либо они говорят, что все, что там приобретает муж на доходы от своей деятельности, которую он ведет как предприниматель или на свои доходы от заработной платы, становится его собственностью. Ну вот какие-то правила закладываются. Елена Анатольевна, а вот насколько брачный контракт полезный документ в реальной жизни и какова его правоприменительная практика? Это очень полезный документ. И, конечно же, полезность его первая заключается в том, что оба супруга в разных семьях, в разных ситуациях, но все-таки имеется какая-то стабильность и какая-то предсказуемость именно имущественных отношений. Ну, даже если не произойдет таких случаев, как развод, как расторжение брака, каждый из супругов заранее знает, на что он может рассчитывать. Но вот при расходе будут чем руководствоваться? Семейным правом или брачным договором? Нет, брачным договором. Брачным договором, если он не оспорен, то, конечно же, будут руководствоваться брачным договором. Другое дело, что действительно, как я сказала раньше, и в отношении брачного договора можно поставить вопрос о признании его, например, недействительным по основанию, что какие-то его положения поставили одного из супругов в крайне тяжелое материальное положение. Но это исключительные случаи, это нужно доказать. Да, есть случаи, когда заключают брачные договоры как раз не до заключения брака, а уже тогда, когда назрел развод. И один из супругов иногда заключает его, есть такие случаи, под влиянием давления, угроз и так далее другого супруга. Но это уже другая история. В этом случае можно прибегнуть к механизму признания недействительным этого брачного договора. Елена Анатольевна, большое спасибо за ответ на вопросы. В студии телеканала «Губерния» была Елена Кеди, генеральный директор Центра юридической защиты предпринимателя, член Ассоциации юристов Боровского края.